Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко и я эксперт в области продвижения бизнеса MLM. Сегодня я подниму очень важную тему, как пригласить на встречу со своим спонсором. Скажите, пожалуйста, у кого возникали проблемы в самом начале с тем, чтобы пригласить человека и грамотно рассказать ему о бизнесе? Я думаю, что у каждого из вас на начальном этапе. О чем я хочу вам рассказать? Да, конечно, когда вы создаете структуру, создаете команду онлайн, это круто, это комфортно и может показаться дискомфортным приглашение на встречу своих близких, знакомых и друзей. Но я вам хочу все-таки порекомендовать не забывать про этих людей, ведь самая лучшая и крепкая команда строится именно из близких людей. Почему? Потому что вы друг друга хорошо знаете, у вас есть доверие друг к другу и почему бы не дать шанс этим людям тоже выйти на хороший уровень? Почему бы не дать шанс им построить хороший качественный бизнес? Поэтому я очень рекомендую в самом начале вашего пути создать команду именно из близких и знакомых людей. Но не берите в бизнес всех подряд. Приглашайте только тех, с кем вам будет действительно комфортно, потому что с этими людьми вам, возможно, придется провести несколько лет своей жизни, а может быть и всю жизнь. Потому что во многих малых компаниях бизнес также передается по наследству и, возможно, даже ваши дети будут вместе вести этот бизнес. Поэтому, что очень важно, конечно же, на начальном этапе у вас не так много знаний, как у вашего спонсора. Поэтому ваша задача пригласить на встречу со спонсором. Как это можно сделать? Конечно же, спонсор не всегда может находиться с вами в одном городе. Но если спонсор в одном городе, да, вот как и в моем случае мне очень повезло, то я приглашала на встречу в какие-то комфортные места. Например, в кафе или мы могли посидеть дома. Даже можно пригласить куда-нибудь в сауну, например, или прогуляться по парку. То есть старайтесь делать эту встречу очень приятной, очень теплой и очень комфортной. Потому что бизнес MLM это все-таки не такой бизнес, как многие другие. Здесь хочется проживать эту жизнь красиво, комфортно и чтобы каждая ваша встреча проходила именно в таком русле. Так вот, есть еще другие варианты. Если спонсор, например, находится в другом городе, то это, конечно же, что? Онлайн-конференции, онлайн-встречи. Я рекомендую скайп в первую очередь, там удобнее всего связываться. То есть вы приглашаете человека на определенное время, чтобы он присоединился к вам в скайпе и втроем со спонсором проводите эту встречу. Знаете, есть еще такие варианты, когда, например, вы можете просто познакомить человека со своим спонсором. Спонсор проведет с ним, например, в телеграм разговор и запишет его на диктофон. И потом отошлет вам этот разговор, чтобы вы научились правильно говорить, да, и вы знали, что рассказывать. Желательно провести как минимум 10 таких встреч, но я все-таки рекомендую найти способ и провести встречу втроем, потому что ваше присутствие все-таки оно будет очень хорошо влиять на дальнейшее развитие вашего бизнеса. Это же ваш бизнес, правильно, а не вашего спонсора. Точнее, не только вашего спонсора, но в первую очередь ваш. Так вот, как же правильно организовать эту встречу, как правильно ее провести? Во-первых, уберите, пожалуйста, из головы какие-то предрассудки, что приглашать в сетевой бизнес в MLM это стыдно или позорно. Поверьте, MLM бизнес сейчас это один из самых модных, стильных и популярных видов бизнеса. Но, что самое главное, самый высокооплачиваемый бизнес. Если вы ведете его грамотно, вы действительно становитесь очень состоятельными людьми. Второе, этот бизнес дает намного больше. Этот бизнес дает вам уверенность, что вы полезны людям. То есть вы даете людям такую возможность стать состоятельным человеком. Вы даете возможность ему путешествовать, кататься на хороших автомобилях и так далее. То есть все преимущества, которые дает партнер-компания. Так вот, убирайте из головы, что это стыдно и грязно. Иначе вы просто не сможете этим бизнесом заниматься. Это полный бред. Поверьте мне, я когда-то тоже так думала. У меня тоже были свои тараканы в голове. Но сейчас я их убрала. И я очень счастлива, что я именно в этом бизнесе. Хотя у меня есть два других образования и дипломы. К сожалению или к счастью, лежат в такой небольшой коробочке. Иногда я на них смотрю и улыбаюсь. Так вот, вернемся к нашей теме. Как же пригласить на встречу? Естественно, вы можете это сделать с помощью приглашения по телефону, например. То есть просто позвонить своему знакомому и сказать определенный текст, но не заученный. Не дай бог, чтобы это было какой-то шаблон, потому что люди от этого устали. Вот от этого они устали. Именно поэтому им этот бизнес кажется каким-то не очень чистым. Потому что шаблоны не любит никто. Люди любят человеческие отношения. И я вас просто попрошу, разделите ваш теплый круг на две части. Очень теплый круг – это люди, с которыми вы общаетесь часто, много, и которые вам уже доверяют. И такой тепло-холодный круг – это те люди, с которыми вы давно не общались. Какие-то, например, ваши одноклассники, или люди, с которыми вы когда-то работали, ваши сотрудники. Почему это нужно сделать? Потому что в зависимости от того, к какой категории относится человек, вы будете совершенно по-разному преподносить ему свой бизнес. Так вот, если это теплый-теплый круг, то вы, конечно же, можете позвонить этому человеку. Для него это будет неудивительно. И просто узнать, как дела, и пригласить его, например, куда-то с вами сходить. Попить кофе, допустим. Если у него есть дети, у вас есть дети, сходить в детскую комнату, в парк. И просто пообщаться, то есть утеплиться. И задать ему вопросы. Узнать, что сейчас происходит в жизни человека. Например, нужны ли ему сейчас деньги. Он сам вам об этом расскажет, когда вы будете с ним общаться. И вы тогда поймете, что на данном этапе человеку нужен бизнес. Может быть, человек не может никак самореализоваться. То есть он устал, например, дома сидеть с ребенком. Ему хочется быть полезным другим людям. Все, как вы знаете, что есть шесть потребностей основных у людей. И вот каждую из потребностей нужно обязательно прощупать, скажем так. И узнать, что сейчас у человека на первом месте. И это именно ему можно и предложить. Предлагать ли сразу или перенести это на вторую встречу, решать вам. По ситуации вы это прочувствуете. Но если вы видите, что человек готов, вот вам так кажется, вы можете ему предложить этот бизнес. Рассказать, что вы сейчас поставили себе цель, очень крутую цель. Вы хотите построить собственный бизнес. И есть очень крутая компания, в которой есть четкие, видимые результаты. И эти результаты как раз таки удовлетворят ваши цели. Обязательно вы расскажите, что это смарт-бизнес, это умный бизнес. Там есть несколько видов направления. Это и продажи, это и франчайзинг. Если есть ваши компании, то это и линейный бизнес, то есть открытие, к примеру, каких-либо магазинов. Вот это все вам нужно показать, рассказать и предоставить человеку любую возможность. И, конечно же, сделайте человеку комплимент. Скажите ему, что вы хотите именно его видеть рядом, в партнерах. Именно с ним, рука об руку, вы можете достигнуть результатов. И именно он, так как он ответственный человек, так как вы ему доверяете, он может быть вашим партнером в этом бизнесе. И вы пойдете вместе. Так вот, если человек начинает задавать много вопросов, и вы еще не знаете на них ответы, вы еще некомпетентны. То вы предложите ему встретиться с вашим спонсором. Объясните, что лучше узнать информацию от вышестоящего спонсора, чем на данный момент от меня. Потому что, да, у меня есть цели, у меня есть возможности, у меня все есть. Но я хочу, чтобы ты послушала эту информацию именно от человека, который пригласил меня в этот бизнес. Почему? Потому что у него есть определенные результаты. Он уже, например, имеет ранг в этой компании, у него есть, к примеру, денежные суммы уже вот такие, вот такие. То есть, если у вашего спонсора уже есть такие достижения, пожалуйста, покажите эти достижения. Да, то есть, не просто на словах, что здесь можно заработать какие-то непонятные, волшебные, мифические деньги. Но что есть человек, это ваш знакомый, который пригласил вас в бизнес, который уже показывает эти результаты. Есть живой пример. Так вот, таким образом вы можете и пригласить человека на встречу. И дальше уже, когда вы показываете значимость этого человека, то ваш знакомый идет туда уже не просто, как на какую-то игру. Он идет, зная, что человек предприниматель, бизнесмен и что он сейчас даст четкую схему, ответит на все вопросы. И человек уже серьезно настроен, естественно, да. То есть, покажите обязательно значимость вашего спонсора. Протрите ему звезду на лбу, можно так сказать, но это в хорошем смысле этого слова. Потому что, действительно, этот человек заслуживает уважения. И ваш друг, которого вы приведете, он будет ответственно относиться и смотреть на это, как на крупный бизнес. Итак, значит, я рассказала схему, как нужно приглашать в бизнес. Если же это вторая категория, то я советую сразу же рассказывать о том, для чего вы ему звоните. Я не люблю, например, людей, которые 300 лет меня не видели, потом мне звонят, начинают задавать всякие вопросы личного характера, выявлять какие-то потребности. То есть, для меня это уже пахнет фальшью. Поэтому с такими людьми вы лучше говорите прямо, что ты знаешь, хочу предложить тебе бизнес. Я считаю тебя человеком целеустремленным, серьезным. И поэтому хочу пригласить тебя на встречу с бизнесменом, предпринимателем, который расскажет тебе. Да и мне, так как я, в принципе, еще не очень знаю всю суть, но изучил по минимуму и считаю, что это очень круто. Давай сходим на такую встречу или, если тебе не хочется куда-то идти, все-таки можно это провести в удобное время по скайпу. И обязательно назначайте время, которое удобное не самому человеку, удобное вам и вашему спонсору. То есть, покажите, что большое количество времени у вас, так как вы предприниматели, занято. И когда человек согласится, дальше уже организовывайте эту встречу. Ну, вот так вот я рассказала вам элементарные моменты, как организовать встречу со своим спонсором. Я надеюсь, что вы примете к сведению все то, что я вам рассказала. Потому что, поверьте, из людей из теплого круга, вы можете составить очень-очень крутую команду, с которой вам будет приятно, самое главное, приятно строить этот бизнес. Ну что, с вами была Елена Коваленко. Если видео вам было полезно, ставьте лайк. Вы можете задавать кучу вопросов под этим видео, я обязательно на них отвечу. Ну и, конечно же, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Еще раз повторюсь, не дизлайки, лайки. Ну и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok